Здравствуйте! Вы смотрите Белгород Медиа, это проект Белгород ПРО. Здесь мы рассказываем о людях, которые живут и работают в нашем городе и делают его лучше. И сегодня гостем проекта стал генеральный директор Белгородского парка развлечений «Калейдоскоп» Антон Ковалев. Антон Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Вы руководите парком аттракционов «Калейдоскоп». Расскажите, как сфера развлечений стала вашим основным видом деятельности? Отличный вопрос. Вообще, свою деятельность я начал с банковского сектора. И вот так получилось, что попал в струю социальных проектов группы компании «Агробелогорье». Первый, я помню, мой проект был, это пляж Лазурный, потом парк динозавров, зоопарк, летний аквапарк, крыто-аквапарк. И вот тот парк, который вы все знаете, «Калейдоскоп», он открылся год назад. Индустрия развлечений настолько увлекательная сфера, потому что это, в первую очередь, созидание. То есть это создание новых объектов, которые для горожан. Второе, что важно, мы обеспечиваем вот эту инфраструктуру индустрии, которая для каждого нашего жителя. Это такое место отдыха, место счастья, место эмоций. Поэтому и когда сам это делаешь, то и сам становишься счастливым, и сотрудники становятся счастливыми. Поэтому очень увлекательная индустрия развлечений. Мы постоянно развиваемся, находимся в развитии не только внутри парка, но и участвуем в различных мероприятиях, которые и в России происходят. Следим за последними тенденциями. Что для вас самое интересное в вашей работе? Самое интересное, это вот, ну, к примеру, даже парк Калейдоскоп. Буквально год назад парка не было, да, он появился. И вот все локации, которые здесь есть, которыми пользуются люди, вот мы с командой их вместе создаем. Мы придумываем название аттракционов, да, они такие все интересные, тематические. И вот каждый участвует в том или ином придумывании, да. И потом, когда наши посетители идут в эту зону, когда они там в восторге от этой зоны или от этого аттракциона, и мы понимаем, что и мы организовали вот этот сам процесс обслуживания, который позволяет комфортно пребывать. Это самое интересное, когда получаешь удовольствие от того, что людям нравится. Парк аттракционов Калейдоскоп открыл свои двери для посетителей, как вы сказали, в прошлом году, в 2023. Чем он отличается от других парков? Это открытый парк, 20 гектар. И здесь тематизированная зона, парк аттракционов сам, это 10 гектар. У нас несколько зон. Зона Стимград, заколдованная деревня, белгородские забавы, потом пруд, катамараны. Есть еще сказочный лес, который представляет из себя 2 километра дорожек, там дом узорника. Получается, отличается тем, что у нас динамичные аттракционы на любой возраст, на любую категорию. У нас самые лучшие производители аттракционов, они самые надежные. Такой парк, я считаю, он лучший в Черноземье и в области. Поэтому тема отличается. И самое главное, добавляет природа. Какая красота деревьев вокруг. То есть мы все эти насаждения в процессе стройки сохранили. И вот когда идешь по территории парка, вот эти дорожки пешеходные, когда высокая зелень уже, растительность, то вот эта уникальность нашего Черноземья, Белогоря, которую даже не повторить. Что нового еще предстоит увидеть белгородцам и гостям нашего города в парке развлечений в ближайшее время? Парк Калейдоскоп, наша самая главная задача, чтобы он стал круглогодичным. Мы эту задачу не то что планомерно, настолько динамично выполняем и считаем, что его выполнили. Потому что сейчас, мы говорим, парк Калейдоскоп – это круглогодичный парк. И в этом году мы добавляем колесо обозрения, в этом году у нас автодром. Потом мы делаем дополнительные активности для занятия с детьми. Там где-то карьеры, это экскаваторы детские для работы с песком. Комнату смеха рассматриваем к реализации. Также расширяем нашу логистику передвижения по парку. То есть делаем дополнительный вход со стороны пляжа, берега. У нас доминанта появилась на главном входе – скульптура Ломоносова. Потому что Ломоносов у нас изобрел калейдоскоп, а у нас парк Калейдоскоп, и это символично. И вообще мы ищем такие моменты, которые знаковые, можно применить у нас в парке. Кстати, в 2025 году сейчас на стадии производства русские горки. Это большая конструкция под 20 метров, даже 35 метров длиной, 18 метров высотой. Это грандиозное сооружение. Это в стиле Диснейленда. То есть в лучших парках Диснейленда в мире стоят такие русские горки. Кто-то называет русские, кто-то называет американские. В общем, у нас в Белгороде в 2025 году, у нас план в 2025 году, будут они установлены. И к сезону 2025 года открыты. В сказочном лесу, это тоже на территории парка, там есть дом узорника. Это двухэтажный коттедж, где главный персонаж, узорник, он принимает наших гостей. Там проводятся мастер-классы. Мы назвали сказочный лес территорию и расставляем там сказочные персонажи. Сейчас можно уже увидеть это двигающиеся анимационные фигуры. Там Змей Горыныча, домика бабушки Иги и так далее. То есть очень интересно становится. Мы динамично развиваемся. Те или иные локации, которые в прошлом году видели, где-то солнышко там пригревает. Мы навес поставили, это, например, зона Стемград. Думаем о том, чтобы по территории парка передвигался паровозик для того, чтобы наших гостей катать. Разрабатываем сейчас специализированные маршруты, которые позволят действительно интересно проводить время. Помимо основной работы, вы занимаетесь писательской деятельностью. Первой вашей книгой стала «От мечты до счастливого клиента. Как создать парк невероятных эмоций». А в 2024 году вы выпустили книгу «Сила системы». О чем эти книги и почему для вас важно делиться своим опытом с другими людьми? Столько уже наработок, которые необходимо оформить в тот или иной документ. Мы начали на предприятии делать рекламенты, инструкции, проводить обучение, занятия с персоналом, с руководящим составом. И как-то я подумал о том, что если знания не записывать, то они просто пропадут. И вот почему бы не написать книгу? И оказывается, это творческий процесс. Мне он даже как-то и понравился, и не настолько он сложный. Поэтому на книгу мне нужно ровно год. И вот я поставил себе задачу раз в год выпускать по книге. И пока эту задачу выполняю. Потому что в 2023 году у меня появилась «От мечты до счастливого клиента». Там описана технология создания успешного парка. Приведены примеры всех парков, которыми я занимался. И особенности управления парками в этой книге можно подчеркнуть. Очень интересная книга не только для тех, кто занимается вообще в индустрии развлечений, но и для всех, для широкого круга читателей. Потому что там основные базовые принципы управления любым предприятием. «Сила системы. Как построить бережливый бизнес» – это уже книга про управление. Здесь рассказаны основные методы управления, как именно управлять, что необходимо делать, как создавать систему, почему важно создавать систему, что будет, если работать вне системы. Это книга для руководителей, менеджеров, собственников. То есть для всех, кто хочет, чтобы у него был бизнес настроенный. Он выступал не пожарником при тушении пожара, а занимался стратегией развитием. То есть не в ручном режиме, а чтобы все работало как механизм, как налаженные хорошо часы. Обязательно. Это ключевая задача вообще каждого руководителя и каждого предприятия. И не стою на месте. Сейчас редактируется новая книга. Она называется «Счастье в деталях». Мы хотим ее выпустить в декабре этого года. Однако уже думаю о следующих книгах. Это есть рабочие названия «В отпуск легко». Потому что о чем она будет? Самое важное – это умение делегировать, умение научить работать каждого сотрудника, каждого руководителя по определенной системе. И вот я подумал о том, что необходимо написать книгу про то, как правильно именно управлять с точки зрения руководителя предприятия. Описать все бизнес-процессы руководителя предприятия в алгоритмах. Важная идея заключается в постоянных ежедневных улучшениях. То есть бережливое мышление формировать. И вот здесь есть такая технология «Кайдзен». Но это просто улучшение, которое мы также применяем в любой точке мира. К примеру, у нас в России развито бережливое производство. С успехом это применяем, потому что это важно не только в организации офисного пространства, но и в организации складского хозяйства, в организации логистики всего парка и не только парка. Поэтому одна из следующих книг, она будет называться «Бизнес в порядке», где именно я расскажу, почему важен порядок, из чего состоит порядок, как его сделать и поддерживать, и управлять. Еще есть одна идея. Очень популярными становятся книги в виде комиксов. И у нас с ребятами появилась задумка, что обязательно должна быть книга про бизнес, про бережливое мышление в виде комиксов. Это очень интересно. Мы уже приступили к реализации этой задачи. Вы успешный менеджер, писатель, бизнес-тренер. И со своим опытом вполне могли бы реализовать свои таланты в любом городе нашей страны. Почему для жизни и для работы вы выбрали Белгород? Белгород – это родной мой город. И есть такая поговорка, где родился там и пригодился. И поэтому работаю, развиваюсь здесь. И очень хотелось бы создавать такие места, где действительно люди будут радоваться, наслаждаться своими минутами отдыха. И я получаю от этого огромное удовольствие. Кстати, о минутах отдыха. Хватает ли у вас времени на отдых? И как и где вы предпочитаете проводить свободное время? Я активно вообще всю жизнь занимаюсь спортом. Для меня такой вот спорт, который на протяжении всей жизни со мной шел – это кудо. Я мастер спорта, чемпион России в свое время по боевым этим единоборствам был. Но всегда мне нравились различные направления. И вот уже несколько лет я занимаюсь спортивным ножевым боем. Я инструктор по спортивным ножевому бою – это работа с коротким клинком. Готовимся на соревнования. Но вот всегда привлекало еще фехтование на длинном клинке. И вот один из видов спорта, так как вот Япония – это близко. У меня, кстати, кудо – это тоже с Японии. Зародилось в Японии. Хочу отметить, что в кудо самые сильные – это русские. Значит, чемпионат мира, вот очень много первых, вторых мест именно русские занимают. И вот когда-то, еще когда в России, это молодой вид спорта для России, ну вообще и в мире он молодой, он только начал зарождаться, и буквально через там пять лет русских спортсменов начали приглашать в Японию на соревнования. И мы начали там занимать первые места. И вот на японские соревнования нам запретили приезжать, потому что, значит, мы, русские, занимали первые места. Но, к сожалению, когда там мировые соревнования, да, тут никак, значит, не получается так, чтобы… И вот пьедесталы первых, вторых мест – это всегда русские спортсмены. Поэтому вот мне всегда близко было. И кайдзин это с Японии, и кудо с Японии. И вот начал искать, а вот длинный клинок, что же это может быть? И нашел кендо. Есть такой вид спорта, очень популярный в Японии. У нас уроки физкультуры, а в них обязательно не только уроки физкультуры, но и занятия кендо. И, кстати, в России очень популярно это направление. И вот я увлекся, когда у меня получается, обязательно посещая такие тренировки, это очень увлекательно. Да, еще вот люблю путешествовать. Новая книга, которая планируется к изданию «Счастье в деталях», да, рабочее название. Я делаю умную карту, интеллект-карту по местам России. Очень долго думал, а куда же я хочу съездить сам и со своей семьей. И получается вот по месяцам, именно в какой месяц лучше съездить в тот конкретный регион России. Поэтому это план, который, наверное, на лет 20-30, это точно. И потом можно его использовать каждому, потому что он будет в книге. Путешествия – это развитие насмотренности, это появляются новые идеи, это знакомство с новыми людьми, как они живут, все находятся в сравнении. И ты потом можешь это применить на своем рабочем месте или в своем быту. Вот, кстати, недавно я был в Японии, буквально месяц назад. Учился на заводе «Тойота», это автогигант. И там, значит, уточнял те или иные моменты, связанные с управлением. Повезло, что попал еще на цветение сакуры. Но наши деревья ничем не хуже. Я приехал, у нас свои яблони. Цветок не менее красиво. Не менее красиво, да. Спасибо за интересную беседу, Антон Сергеевич. Я напоминаю, что сегодня гостем проекта «Белгород-Про» был генеральный директор Белгородского парка развлечений «Калейдоскоп» Антон Ковалев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова